Итак, мы с вами дошли до молочных продуктов. Это довольно серьезная тема, беседа. Почему? Потому что она в корне меняет понимание вопроса о питании. Согласно ведическому знанию, в ведах предсказано, что когда деградация человечества начнется, начнет развиваться в полной степени, то две вещи человечества, как бы, совершит две ошибки основные, которые очень сильно повлияют на сознание. И еще раз повторяю, что эпохи, как бы, жизни нашей во Вселенной, согласно ведам, они, как сезоны, существуют четыре эпохи, как четыре сезона. Зима, то есть весна, лето, осень, зима. Точно так же есть четыре эпохи. Мы с вами живем в последнюю эпоху, когда фактически идет сильная деградация сознания. Не только на нашей Земле, но так же по Вселенной. По крайней мере, до высших планет Вселенной идет деградация. И эта эпоха началась на Земле 5104 года назад. Было предсказано, что первым фактором, явным фактором того, что деградация наша началась полным ходом, люди перестанут понимать тонкое воздействие пищи на сознание. То есть, и вообще они как бы перестанут понимать, что есть тонкое тело. Вот когда это знание о тонком теле утратилось, то автоматически люди потеряли необходимость понимать, что такое совесть. Потому что раз нет тонкого тела, значит нет кармы. Значит все поступки не сохраняются в нашем сознании. Потому что они в тонком теле могут только сохраняться. Потерялось понятие совести. Она перешла, как бы совесть раньше была законом. То есть, как законы физики, так законы совести. А сейчас это просто какое-то такое абстрактное понятие, которое ничего не значит как бы в жизни. Нет совести, но ничего страшного. Кажется, что ничего страшного. Да, как бы люди не понимают, что это закон. Итак, мы с вами как бы вошли в то время, когда знание о тонком теле практически у людей утрачено. И даже если они что-то об этом слышали или рассуждают на эту тему, то они не понимают часто идеи, что значит тонкое тело. Итак, первая ошибка, которую человечество совершило, это ошибка, которая заключается в том, что человечество предпочло калорийность пищи, ее как бы, ее химические характеристики, ее психическим характеристикам. То есть, перестали учитывать психическое воздействие пищи на сознание. И главным фактором влияния пищи сделали химическое воздействие. То есть, белки, жиры, углеводы, витамины. Вот. И фактически это означает, что самым полезным продуктом, который только существует на Земле, является мясо. Если говорить с этой точки зрения, потому что оно имеет очень похожее на человеческий организм содержание жиров, белов, белков, углеводов. Любое мясо примерно одинаковые характеристики. Ну, чуть-чуть они отличаются чем-то, но в целом, как бы, очень хорошая, так сказать, возможность быть здоровым. И люди так начали думать примерно три тысячи лет назад. До этого мясоедения не было, как такового. И иногда только был такой ритуал, а очень много святых вместе собиралось. Они читали молитвы, ставили животное посредине. Читали молитвы, это животное, оно оставляло тело и отправлялось немедленно на высшие планеты Вселенной. На высшие планеты отправляло. И фактически, как бы, это мясо этого тела становилось просто освященным. То есть, это получилось, получается, как, ну, жертвенная пища, понимаете? То есть, освященная. Потому что оно, животное, отправляясь на высшие планеты, и человек, который пробует это мясо, он очищается от грехов. Представляете, уникальный случай. Только в этом случае такое мясо животного, оно действительно приносит пользу. Потому что душа животного отправляется на высшие планеты. Даже людям невозможно отправиться на высшие планеты. Там в миллиарды раз больше счастья испытывают живые существа, чем мы с вами. И жизнь намного длиннее, и так далее. И животное никаких шансов не имеет туда попасть. Однако же, животное попадает туда, благодаря тому, что мудрецы собираются и сжигают карму животного все вместе. Молитвами определенными. И у них карма кончается, плохая она раз, тело оставляет, как бы. И душа отправляет вместе с тонким телом на высшие планеты. Однако же, потом священники утратили знания об этом. И они начали просто убивать животное. И, как бы, считалось, что это делается во имя Бога. Хотя Иисус Христос пришел и сказал, что я, как бы, мой отец послал меня, как пастуха. То есть, я, это означает, что я должен охранять животных. И вы не должны убивать животных. Осуждается убийство животных, даже в христианстве. Осуждалось в то время. И первые христиане, они были вегетарианцами все. Потом они собрались все вместе и решили, что надо есть мясо. Почему-то, я не знаю, что повлияло на их такое, почему они так решили. Так или иначе, первые христиане были вегетарианцами. Это, есть такие данные, есть исторические факты, на то указаны. Но не только христиане. Христиане, фактически все население земли было вегетарианцами буквально 3000 лет назад. И так как люди утратили это знание о тонком теле, они начали есть мясо только лишь по той причине, что этот продукт, как бы, довольно-таки энергетичный, имеет много всяких всевозможных компонентов, нужных. Сейчас, если вот большинству людей сказать, что этот продукт на самом деле убивает счастье, то люди, они подумают, что это сумасшествие. Потому что такие слова просто они будут считать сумасшествием. Потому что, ну, ко все едят, и у никого нет никаких проблем. Но на самом деле, как бы, болезнь тонкого тела, она отличается тем, что она незаметна, незаметна причина. Я проводил такие сеансы, вот сейчас большой зал, то есть лекции, а когда я начинал работать с людьми, я проводил такие сеансы. Я собирал всех, и каждому говорил, они люди, как бы, приходили, и я видел, допустим, человек поел мясо тогда-то, и у него на следующий день произошло то-то, то-то, как бы, ну, настроение испортилось там, наверное, на таком уровне я видел. Я ему говорил, связывал одно с другим, и говорил, если вы завтра то же самое сделаете, у вас на следующий день опять будет такое же психическое состояние, вы опять понервничаете и так далее. Я начал видеть такие закономерности сам, не сразу. Я просто, как бы, проводил лечебные сеансы и заметил, что люди, некоторые люди быстро вылечиваются, а некоторые очень медленно. Я не понимал, в чем дело. Вроде бы, все делают одно и то же, там, закаливание и так далее, гимнастику. И оказалось, что одни едят мясо, другие нет. То есть, вот такая закономерность, она меня удивила, я потом начал это изучать. И увидел вот эту психическую энергию осквернения, которая вызывает мясная пища на сознание. Она очень четко видна. И когда я увидел это, я перестал есть мясо. Это было где-то 15 лет назад. Да, порядок. По-моему, похоже, что 15 лет назад это было. Вот. И потом я начал интересоваться этим вопросом. И достаточно сложно мне было объяснить его для себя. И тем не менее, я не воздерживался употреблением мясной пищи. И затем, когда я встретился с ведическим знанием, я получил полное объяснение, исчерпывающее. Там эта вся информация о том, что кишечник у животных больше похож на наш, там, она меня не устраивала. Это, ну, что это, кишечники, жубы там у животных. Это у нас больше похоже не на хищников, там, а на травоядных, там, и так далее. Ну, это меня тоже не устраивало. Потому что, ну, жубы, кишечник, что это, какой смысл в этом всем. Единственное, что я увидел убедительным, это то, что душа вместе с... Во-первых, я узнал, что тонкое тело никогда не умирает. Это было для меня новостью. То есть, даже не грубое тело, а тонкое тело бессмертное. Пока во Вселенной оно живет. Тонкое тело не умирает. Вместе с душой оно остается. Знаю, тонкое тело, это означает ум, разум, чувства. Фактически мы просто, мы себя чувствуем те же самые, что в грубом, что в тонком теле. Просто мы можем действовать через грубое тело. И нам кажется, что без грубого тела жить нельзя, видеть нельзя, ничего нельзя. Но проводилась куча вот таких вот исследований, что когда человек, когда тело оставляет человек, он поднимается над ним в тонком теле и видит его. Чем он его видит? У него же нет гром глаз, они уже все, умерли. Он видит тон в тонком теле. Он слышит в тонком теле и так далее. И то же самое происходит с животным. Когда животное убивают, оно испытывает жуткое чувство несправедливости. Потому что чувство несправедливости, это просто чувство, не надо думать при этом. Ребенок чувствует чувство несправедливости, когда над ним издеваются. Он кричит. Точно так же животное, оно не хочет умирать. Оно воет там еще что-то. Издает такие звуки. И в этом состоянии сознания животное умирает. Тонкое тело, отделившись от грубого тела, больше всего мы привязаны к своему телу. Посмотрите, как жалко даже маленький кусочек пальца, если вдруг что с ним случится. Очень жалко, очень сильно привязаны. И когда душа оставляет вместе с тонким телом грубое тело, она не может от него оторваться. И она хочет войти в это тело, но возможности жить в нем уже нет. То есть, как бы, нет, нет, структура не позволяет. И примерно порядка сорока дней душа вместе с тонким телом остается рядом, пытаясь опять как бы оживить свое тело. Оно сильно тешит надежды, как бы, что все будет нормально еще. Хотя тело уже начинает дни. И фактически для животных и для людей сам признак гниения тела означает, что душа уже, ну, фактически должна уйти. Оставить тело. Вот это. То тело, которое уже душа оставила, она как бы не думает о нем, не заботится о нем. Оно, в принципе, его можно кушать. Можно кушать уже. Но, кто будет тухлое мясо есть, скажите мне. Или, допустим, то же самое. Животное умерло своей смертью. Кто-нибудь будет есть, нет? Вот взяло, окочерилось. Кто-нибудь будет есть, нет? Нет, а почему? В чем разница, убили или умерла своей смертью? А в чем разница-то, господа? А-а-а. Разница есть. Разница заключается в том, что когда животное умирает своей смертью, вкус мяса теряется. Ведь люди же хотят от мяса вкуса насилия. И они чувствуют счастье от этого. Но сами этого не понимают. А когда животное умерло, от него вкус уже другой совсем. Насилия-то нет. Но даже если мы едим тело животного, умершего в своей смерти, все равно душа, которая висит, она смотрит, и ей не очень приятно видеть, что ее тело пожирает. Однако же следует знать, что душа, которое из животного, которое вышло из тела, она испытывает очень сильное чувство негодования. И это чувство негодования вкладывается в тело. Тонкое тело все еще контактирует с своим грубым телом. И пока мясо свежее, пока мясо свежее, означает сильный контакт души, тонкого тела вместе с грубым телом. И когда мы хоть варим, хоть парим, хоть жарим, это мясо не имеет значения. Если мы хотя бы соприкасаемся с бульоном от этого мяса и кладем себе в рот, это означает, что вот эту силу страдания, то есть мы за нее начинаем отвечать. Животное обвиняет в нас, в том, что оно умерло. Таким образом, человек вместе с мясом постоянно поглощает силу страдания животного. Что происходит с его жизнью в этом случае? А жизнь становится не малиной. Постоянные ругают скандалы, разочарования, несчастья, отчаяния. А если в жизни все хорошо, характер позволяет, что все хорошее, значит будет атеросклероз. Атеросклероз – это болезнь чистейшая связанная, чисто связанная с мясной пищей. Больше нет никакой другой причины. Ученые пытаются придумать, но ее нет просто. Потому что там, где питаются растительной пищей, атеросклероза не бывает. Она бывает только там, где питаются мясной пищей. Даже на собаках делали эксперимент. Кормят растительной пищей, собака не болеет атеросклерозом. Кормят ее мясом, собака болеет атеросклерозом. Собака, как человек, может заболеть атеросклерозом сосудом. Вы знаете, что собаки могут питаться растительной пищей или нет? И они нормально могут жить на хлебе, там собаки могут жить спокойно. И они сильные, становятся крепкие. Итак, проблема вся заключается в том, что тонкое тело ума постоянно все больше и больше накапливает в себе эту энергию насилия. И в конце концов она начинает с трудом работать, функционирует очень сложно. И поэтому человек, который примерно до 45 лет ел мясо, у него появляется такое чувство заторможенности в голове, медлительности сильно, депрессии. И он думает, что это уже сосуды как бы страдают. Но еще сосуды не страдают. Это просто ум вошел в такое состояние. А дальше будет разрушаться весь организм. Болезни ему пойдут немедленно со всех сторон. Это означает, что ум уже не может контролировать здоровье. Также и психика такого человека становится совершенно надорванной. Достаточно ему один год-полтора перестать есть мясо, рыбу, яйца, и все полностью восстанавливается. Его здоровье восстанавливается полностью, если он вовремя это сделал. А если нет, то ему больше времени придется. Итак, первое предсказание такое, Вет. Люди перестанут понимать, что является греховной пищей, или грязной пищей, или невежественной пищей. И самая большая глупость заключается в том, что люди кроме того и прочего, все прочего, еще перестанут понимать, что является благостной пищей. Но сначала люди начнут утверждаться в греховной пище, а потом они отвергнут благостную пищу. Согласно ведическому знанию, самой благостной пищей на земле является коровье молоко. Оно не содержит в себе и тени греха. Почему? Потому что молоко предназначено для жизни. Когда молоко созревает, создается, это означает энергия любви коровы. Корова это единственное благостное животное на земле. Других благостных животных на земле не существует. И согласно ведическому знанию, корова, этот вид жизни вообще не должен был существовать на земле. Корова не должна была существовать. Потому что она существует на высших планетах. Вот. И для того, чтобы дать человечеству возможность, возможность как бы не деградировать, высшие живые существа дали на землю это животное. И то, что я вам сейчас сказал, вы можете считать, что это фантастика, но я вам сейчас докажу из жизни, что это стопроцентный факт. Потому что это продукт, продукты коровы, они беспрецедентны. То есть невозможно ничего сравнить с тем, что я это провел эксперименты на многих, на себе на многих людях лечил. Я увидел, что это так. И сейчас вижу, и многие из вас, кто начал лечиться, вы тоже увидите тот же самый результат. Итак, второе предсказание заключается в том, что люди, перестав понимать, что такое тонкое тело, отвергнуть молочные продукты и молоко, как полезную пищу, и начнут считать ее вредной пищей. Причем на эту тему будут писаться много диссертаций, там и все прочее. Это то, что сейчас происходит. Сейчас многие люди абсолютно убеждены, что молоко вредно для здоровья. Поднимите руку из вас, кто-то убежден, что молоко вредно для здоровья. Вы не бойтесь, я же не кусаю. На самом деле, следует знать, что наши ученые даже не исследовали это толком. Почему? Потому что коровье молоко вообще не рекомендуется и никогда не рекомендовалось принимать днем. Согласно Айурведе, это продукт, который связан с деятельностью Луны. Он переваривается под влиянием силы Луны. Поэтому он употребляется после захода Солнца или после перехода Солнца в зенит, это 6 часов вечера. С 6 часов вечера и до 6 часов утра можно употреблять молоко. Согласно ведическому знанию, молоко это единственный продукт, который в полной степени действует на разум. То есть, существует два вида отжаса или лунной энергии. Это высший отжас или низший отжас. Высший отжас означает психическая энергия Луны. То есть, эта энергия, она воздействует на ум и на разум. Что она делает с умом и с разумом? Ум, она вводит в умиротворение, в состояние покоя, в спокойствие. А разум входит в состояние накопления силы. Это означает сила энтузиазма. Сила разума это сила энтузиазма. То есть, человек, который имеет сильный энтузиазм в жизни, значит имеет сильный разум. Если энтузиазм его слаб, значит разум слаб. Согласно ведическому знанию, молоко усиливает как тонкую силу ума, так и тонкую силу разума. И больше ни один продукт на земле так не действует на разум сильно, как коровье молоко. Поэтому, согласно ведическому знанию, все люди, которые хотят иметь сильный разум, они должны на ночь употреблять небольшое количество полстакана горячего коровья молока. Можно добавлять туда кардамон, специю фенхель, мускатный орех. В основном вот эти три специи можно добавлять. Если бессонница, то можно добавлять гвоздику и душистый перец. Итак, коровье молоко. Если у вас есть болезнь, которую вы не можете вылечить, по той причине, что не хватает сил, организм истощен, много лет вы чувствуете, что организм тает. Это значит, что у вас не хватает запаса энергии, то есть база энергии или как бы склад энергии у вас в организме очень слабый. Единственная возможность пополнить этот склад, это употребление на ночь коровьего молока, подогретого. Самое удивительное, что оно лежит всю ночь, коровьего молока в желудке, потому что оно очень медленно переварится даже при свете луны. И это не является чем-то плохим. Оно, находясь в этом состоянии в желудке, как бы в кишечнике, оно делает связь с луной, усиливает связь с луной, и организм пребывает в состоянии полного спокойствия. То есть идут процессы созидания в организме очень сильно. Низший отжиз тоже усиливается в организме, то есть все функции всех тканей, органов тоже восстанавливаются гораздо сильнее, чем обычно. Надо просто подобрать дозу. Если человек пьет молоко, допустим, много молока, у него увеличивается слизь во рту, язык белеет, и как бы в носу, в глазах слизь увеличивается. Если слишком мало, то ему снятся космические сны, погоня горячей крови. Вот, то есть, ну, всякие такие глупости. Означает, недостаточно молока выпили. Если молоко хорошо подогретое, и количество ровно столько, сколько надо, сон будет крепким, в основном без сновидений. Или только под утро будут какие-то небольшие сновидения. Или хорошие благостные сновидения. Плохого ничего не будет. То есть, молоко коровье защищает от воздействия духов на сознание, дает защиту. Итак, коровье молоко – это единственный продукт, который усиливает энергию любви, очищает разум, усиливает в нем, увеличивает в нем силу. И поэтому, согласно Аюрведе, коровье молоко лечит все болезни. То есть, оно не означает, что только с помощью коровьего молока можно вылечиться. Но 30% лечения болезней можно отдать коровьему молоку. Потому что силы на то, чтобы лечиться, оно дает только одно. Нет другого продукта на Земле, который бы давал так силы. Потому что коровье молоко дает самую благостную связь с Луной. Никакое другое молоко другого животного не может это сделать. Молоко само по себе означает связь с Луной, лунной энергии, женская природа, женская энергия, лунная. Означает созидание в организме, синтез. Есть еще как бы деятельность, активность, означает Солнце. Но, оказывается, молоко само по себе, хоть оно и лунный продукт, оно содержит в себе все. И, согласно аэровидическому знанию, достаточно продуктов одной коровы. Одной коровы, то есть продуктов коровы, только коровы. Этого достаточно, чтобы лечить любые болезни, какие только есть. Только надо знать, как их разделять, молоко как разделять и смешивать. То есть вопрос только в этом. Итак, давайте начнем с самого начала. Первое, что мы можем представить себе, это кисломолочные продукты. То есть, то, что говорят йогурт и кефир, это одно и то же, по идее. Это просто молоко, сквашенное кисломолочными бактериями. Кефир, он находится не в чистой благости, как бы чуть-чуть в качестве страсти есть. Но эта страсть, смешанная с благостью, увеличивает нашу способность действовать. Часто люди считают, что кефир и йогурт, это недостаточно усваиваемая пища. Что она перевозбуждает кишечник, там могут быть поносы, там и так далее. И это правильно, потому что люди просто не знают, когда его использовать в пищу надо. Люди просто неправильно пользуются этим продуктом, поэтому они думают, что это плохой продукт. Однако же, надо просто знать, когда пользуется, особенно в нашей местности. Сам по себе кефир охлаждает, поэтому мы должны пить вот чисто кефир. Мы можем пить, допустим, его летом или поздней весной. Но большинству людей кефир зимой не подходит. Однако же, если вы... Самый благостный кефир может возникнуть, значит, если кефир заквашивается молочными кислыми бактериями, бактерия ей, то он благостный. Если бактерии ими, то он страстный. И еще хуже, если он заквашивается этим молочным грибком. Молочный грибок, это штука, которая предназначена только для лечения. Нельзя постоянно пить. То есть, молочный грибок резко увеличивает иммунитет, если пить, как бы, йогурт, сделанный из него. Но это всего лишь на время лечения. Потом, если человек пьет его, у него очень беспокойный характер становится. Ну, не очень, но беспокойство увеличивается характер. Он очень страстный, этот грибок молочный. Он быстро сбраживает все. Такое молоко, кефир становится несколько таким агрессивными свойствами приобретания. Самое лучшее, сбраживать сметаной. Ложки сметаны, достаточно на 3 литра молока, подогретого, скипяченого и остуженного до теплой температуры. Потом вы добавляете сметану, размешиваете, закутываете чем-то и оставляете на всю ночь. На следующее утро будет очень густой кефир. Кефир очень густой, похож на вкус, на сметану. Русскую сметану, разбавленную водой. Она точно такая же по вкусу, как вот этот вот получается кефир. Кто так делает, поднимите руку. Вкусно? Вкусно. Вот. А этот кефир можно пить и зимой, и летом, и осенью, и весной. То есть, он никогда не охлаждает, и он является самым питательным, и вкус у него самый хороший. Он лучше, чем деноны эти все и так далее. То есть, не нужно никакой другой закваски иметь, кроме сметаны. В сметане, само собой, остается только благостные калории и бактерии, потому что чем жирнее среда, тем более благостные бактерии могут жить в этой среде. И поэтому, таким же кефиром, можно на нем делать хлеб из сметаны. Когда культура размножается, можно чуть-чуть его подержать, чтобы он чуть-чуть покислее стал. И можно делать хлеб, поднимать хлеб на такой культуре, он тоже будет благостные свойства иметь. Итак, кефир всегда действует на нервную систему. То есть, этот продукт лечит нервную систему удивительным образом, восстанавливает ткани, нервные ткани. И как бы он воздействует также на прану. Если человек занимается пранаямой, он должен пить кефир, чтобы увеличить силу прана в организме. Пранаяма означает гимнастика прана, или контроль своих движений, своей психической энергии в организме. Это дыхательное упражнение, такой контроль делают. Когда человек ими занимается, он должен пить кефир. Кефир лучше всего пить с 9 до 12, где-то самое лучшее время дня. Ну, также можно пить его с 3 до 5 дня. С 9 до 12 утра и с 3 до 5 дня. Также можно кефир, вот такой сметанный, пить рано утром, с 7 утра, подслащённый, там, с мёдом, со фруктами, с сухофруктами, то есть, с специями сладкими. Это за время режим дня мы с вами разговаривали о том, как это использовать, молочные продукты, в какое время лучше использовать их. Значит, каждый кисломолочный продукт имеет определённое свойство взаимодействовать с нервной системой. И поэтому одному человеку больше подходит один кисломолочный продукт, и меньше подходит другой. Поэтому надо найти, какой вам больше подходит. Это возможно, если вы будете нюхать кисломолочные продукты в сушёном виде. Надо высушить на стекле, можно кефир высушить на стекле, соскребать со стекла и как бы нюхать. Если он будет обладать свежим, лёгким, приятным, прохладным запахом, это значит, что он вам подходит. Если тёплый, неприятный, тухлый какой-нибудь запах там и так далее, это значит, что мы у нас тоже это разбирали, уже эту классификацию, связь чувств с характером человека на этой лекции. Значит, дальше следующий молочный продукт, это масло, коровье масло. Следует знать, что топлёное масло, а да, кстати, кефир, я сейчас про все эти кисломолочные продукты забыл рассказать. Сметана лечит гормональные функции, это один из самых лучших продуктов для лечения гормональных функций, а ещё лучше лечит сливки. То есть, женские гормоны поддерживаются в норме благодаря сметане и сливкам, поэтому женщины, которые хотят быть красивыми и молодыми всегда, они должны каждый день лопать сметанку или сливки одной из двух. Вот, и у них будет сразу восстанавливаться здоровье, гормональные функции пойдут на поправку. Это во время, в обеденное время надо делать, с 11 до 2 дня. В другое время, можно вот с утра есть тоже, но это не всегда хорошо бывает. Лучше днём. Достаточно двух ложек сметаны в столовых. Это уже будет, как бы, стопроцентная гарантия. Надо, можно перед едой есть или после еды. Лучше после еды. Значит, сливки также, они усиливают гормональные функции, а сметана, она нормализует. То есть, они немножко по-разному действуют. Пахта, это когда делается масло сливочное и сметана, получается масло и пахта, то, что остаётся от него. Пахта, она лечит всю пищеварительную систему. Любой орган, который у вас болеет, пищеварительного тракта, любой абсолютно не имеет значения, он будет лечиться пахтой. Причём функции будут налаживаться. Пониженная кислотность желудки увеличивается, повышенная снижается, печень, повышенные функции снижаются, пониженные повышаются. То же самое поджелудочная железа, кишечник и всё прочее. Можете проверить. Он действует на весь желудочно-кишечный тракт, лечит пахта. Поэтому, если человек, допустим, он делает себе диету такую пахту, он делает масло сам дома каждый день, и то, что остаётся от масла, он берёт на пахту, эту пахту, и пьёт её на голодный желудок. Допустим, он пастится на пахте, у него пищеварительный тракт, как огурчик становится. Очень хороший, хорошее здоровье. Также есть ещё и сыворотка. Сыворотка – это после того, как вы, допустим, делаете... Вы берёте, допустим, лимонный сок, выжимаете в подогретое молоко и мешаете до тех пор, пока не сворачивается полностью. Получается такая белковая масса. И эта белковая масса, её можно отжать, и потом дальше можно сделать сыр самим. Есть рецепты, как можно сделать даже с дырочками сыр. Вот, самим. А то, что остаётся, называется сыворотка. И эта сыворотка, она очень полезна, если вы будете запивать во время еды. Для того, чтобы её до конца приготовить, нужно положить специи, которые вам подходят внутрь, и соль в эту сыворотку. И в тёплом виде, полстакана примерно, если вы будете пить во время еды, это будет очень сильно повышать пищеварение и способность как бы усваивать пищу. Сыворотка предназначена для усиления пищеварения, активизации органов пищеварения. Дальше. Сам сыр, он увеличивает силу мышц. Любые мышечные ткани, допустим, грыжа у человека, или у него нарушение, слабость мышечная, то сыр сам по себе даёт силу мышцам. Он увеличивает активность мышечной ткани. И он укрепляет оболочки нервных тканей также. Сыр так действует. Допустим, это белое вещество и там жёлтое вещество в мозге укрепляется. Сыр становится стабильным. Воспалительные процессы снижаются. Также следует знать, что сыр это самый как бы усваиваемый продукт, который даёт человеку физическую энергию, психическую, быстрее всего. То есть он усваивается быстрее всего, быстрее любого другого продукта. Мясо даже не может сравниваться с сыром по усвоению. Потому что мясо там волокна, их надо разволокнять, это очень долгий процесс. Сыр же он дисперсный, потому что каждая частичка молока в сыре окутана жиром уже с самого начала. Когда попадает в желудок, то это всё сразу разлетается, набухает сначала и потом разваливается. И каждая маленькая частичка, она потом всасывается в кровь и начинается переваривание очень быстро. То же самое можно сказать о сметане. Сметана тоже усваивается быстро и тоже там есть и жиры, и белки, и углеводы, и все незаменимые аминокислоты. Всё, что хотите. Поэтому сметана и сыр являются самыми питательными продуктами на земле. Они дают силу быстрее всего человеку. Или есть можно их практически в любое время. С 7 утра и до 7 вечера. До 8 даже вечера сыр со сметаной нужно есть. Итак, дальше следующий продукт. Значит, кисломолочные продукты мы разобрали. А, творог, да? Творог. Масло ещё не успеем. Масло не кисломолочное. Творог. Творог. Это тоже, да, это отдельная группа продуктов. Творог. Он охлаждает организм и сильно активизирует нервную систему. Ещё сильнее, чем кефир. Творог увеличивает количество прана также очень сильно в организме. Если у вас слабость постоянно, то уже нужно есть творог. Но творог нельзя есть зимой. Тем, кто сильно мёрзнет, они не должны творог зимой есть с утра. Они могут есть его в обед. Но лучше всего творог смешивать с маслом со сливочным. Тогда можно его есть уже. Он будет давать и силу нервной системе, и защиту от переохлаждения. Летом же можно творог есть в любое время. Как бы с утра и до вечера практически. Летом он даёт силу нервной системе. Если человек нервный, то человеку нужно иметь психику очень стабильную. И как бы он чувствует, что перенапрягается. То творог защищает от этих проблем. Как тело, так и психические функции. Теперь следующее. Сливочное масло. Сливочное масло является продуктом, который несёт самую чистую энергию огня на земле. Что такое чистая энергия огня? Это энергия, которая самым лучшим образом способствует пищеварению. Это энергия, которая самым лучшим образом способствует уничтожению болезни в организме. Это энергия, которая самым лучшим образом способствует защите от холода, от переохлаждения. И так далее. То есть, если взять сливочное масло и на медленном огне, помешивая, перетопить, то внизу появится такой белый осадок, а сверху янтарного цвета такая масса. Её надо слить, это получится топлёное масло. Это топлёное сливочное масло уникальный продукт. Абсолютно уникальный. Во-первых, он не бывает такого, чтобы он кому-то не подходил. Такого не существует. Если человек нюхает по запаху, ему топлёное сливочное масло не подходит, это значит, ему надо каждый день перед сном добавлять топлёное масло по капле в пищу, в молоко, пить вместе с молоком. Или ещё лучше ему надо добавлять в обед, ещё тоже в обед, и он вылечится от какой-то болезни. Если она ему не подходит, значит, он чем-то болеет, которое ей топлёное масло вылечит эту болезнь. Надо просто в маленьких количествах использовать его. Такой феномен есть. В остальных случаях всегда подходит. Большинству, 99% чувствуют, что оно подходит. А самое удивительное, что оно, топлёное сливочное масло, на нём можно готовить пищу. То есть оно не теряет своих хороших свойств при подогревании, при достаточно высокой температуре. Хотя все растительные масла теряют свои хорошие свойства и становятся, ну, уже достаточно ядовитыми, как бы. Ну, не то, что совсем, но не очень благоприятно. Особенно, ну, кукурузное масло лучше выдержит температуру, чем, допустим, подсолнечное. И самое слабое оливковое масло. Оно очень быстро, как бы, ну, токсины выделяет. Его можно только добавлять уже в готовую пищу, не жарить на нём. Точно так же и подсолнечное, кукурузное лучше всего готовить на топлёном сливочном масле, если позволяет возможности. Для этого лучше всего его делать самим, потому что в этом случае оно будет по стоимости точно такое же, как подсолнечное масло. Если вы сами будете готовить масло топлёное, сливочное, то стоимость его будет такая же. Только нужно знать точно, что молоко не снято. Потому что часто в вечерней, в вечерней дойке молоко отстаивают, там появляются сливки сверху и снимают, а остальное продают. Вот, вы должны договориться с такой хозяйкой, которая не снимает эти сливки и продаёт сразу это молоко. Вы можете увидеть, сколько будет масла с молока. Если очень мало, значит, что сняты сливки. Топлёное сливочное масло – это самый лучший катализатор для лечения всех болезней, связанных с сниженной функцией организма. То есть, хронические воспалительные процессы, нехватка энергии психической, физической, нехватка иммунитета. Существует такой вид лекарств в Айрведе, который называется кхирой. Кхир означает санскрита – это топлёное сливочное масло. Эти лекарства, они все имеют одну и ту же, как бы, основу. Основа – это топлёное сливочное масло. То есть, какие-то травы добавляются в масло, в каких-то небольших дозах, в порошке смешиваются с этим топлёным маслом, и человек сосёт во рту. Если ему трава немножко помогает, но не может долечить его, но она ему помогает, то очень просто увеличить в десятки раз силу этой травы. Надо смешать её с топлёным сливочным маслом в определённых пропорциях, когда запах становится свежее. То есть, масло от порошок травы добавляется и мешается, пока запах свежее не становится. И потом дальше надо сосать во рту до езды и после еды всегда. Эта трава, она в десятки раз сильнее начинает действовать на здоровье и может вылечить ту болезнь, которая как бы, которая вам, она вам, она вам помогает лечить. Топлёное сливочное масло является лучшим, лучшим, как бы, лучшим носителем всех лекарств. Что оно как наружного применения, так и внутреннего. Но также следует знать, что оно само по себе является уникальным лекарством. Почему? Потому что если у вас есть болезни кишечника, болезни позвоночника, болезни суставов, и при этом у вас не сильно высокое давление, не повышается давление, вы можете мазать топлёным сливочным маслом запястье до локтя руки на ночь и ноги от колена до голени мазать так, что просто запах оставался. Фактически хватает пол чайной ложки на всё, даже меньше. Вы мажете очень тонким слоем и ложитесь спать. И вы заметите, что уже через дней пять как-то всё само собой начинает налаживаться. И боль в позвоночнике меньше, и боль в суставах меньше, и аппетит лучше, и настроение лучше, и так далее. То есть, и вообще как бы, Эрведас рекомендует каждому человеку, который живёт в той местности, где очень холодно, каждый день вот так намазывать хотя бы небольшие кусочки, хотя бы запястья и голени топлёным сливочным маслом перед сном. Здоровье будет восстанавливаться очень быстро. Также следует знать, что топлёное сливочное масло является фактически продуктом, который даёт самый лучший контакт с солнцем. А топлёное сливочное масло содержит в себе только солнечную энергию и всё. И таким образом, если человеку не хватает энергии для достижения своей цели, он должен больше употреблять пищу топлёного сливочным маслом, потому что в этом случае контакт его с солнцем увеличивается, и увеличивается его способность достигнуть своей цели. Больше силы будет в жизни, больше энергии. И следует знать, что топлёное сливочное масло, это если допустим сделать фитилёк с ним и поджечь, то просто глядя на этот огонь, который там горит, человек очищает своё чувство зрения. Это означает, что он, глядя на окружающих людей, он не будет видеть в них отрицательное качество характера. Просто так, глядя на этот огонь. Поэтому в ведической культуре из этих фитильков с топлёным сливочным маслом делают как бы фитильки для поклонения Богу. Сначала освещается этот огонь, а потом все на него смотрят и прикасаются как бы рукой к нему, дотрагиваются до себе до центров, которые связаны с огненной энергией. Это центр лба, вот здесь очищается от гневливости человек, когда дотрагивается сюда. Дальше сердце, область сердца связана с огнём, тоже огненной силой. Макушка и оба глаза, вот здесь. Когда человек дотрагивается до этих мест, сначала до освещённый огонь, потом до этих мест, то он очень сильно воздействует на своё тонкое тело таким образом. Он очищает себя от плохого влияния людей, очищает себя от негативных мыслей от других людей. И таким образом его психическая сила, она возрастает. И сила иммунитета это не что иное, как огненная сила человека, она связана с силой солнца. Если человек просто топлёным маслом мажет, мажет руки и ноги, то, например, он может вылечиться от спида. Не сразу, но постепенно его иммунитет станет сильным, он может даже от спида вылечиться с помощью... Но если он при этом будет мясо лопать и развратом заниматься, то, конечно, это неминуемо поможет ему. Следует, кстати, знать такой момент, что существует такой тест прошлой жизни. Как ты же, кем ты был в прошлой жизни? Как хорошее воплощение, хорошее рождение или нет? Если человек природно уже с самого рождения не любит молочные продукты и молоко, это значит, что у него было неблагоприятное рождение в прошлой жизни. И как изменить плохую карму? Для этого нужно привыкать постепенно к молочным продуктам, нужно постепенно сделать так, чтобы их полюбить. Нужно есть, пытаться их, как бы если есть понемножку их сначала, потом постепенно они усваиваются все лучше и лучше, совсем потом будут хорошо усваиваться. И так значит, что человек встал на путь благости. И наоборот, сильная любовь к молочным продуктам означает благоприятное рождение в прошлой жизни. Какую атмосферу дает молоко и молочные продукты, и какую атмосферу дает мясо, я советую вам сделать то же самое, что я сделал. Я для того, чтобы изучать, чтобы вам рассказывать все это, я должен иметь сильное убеждение. Я там прочитал, мне понравилось там, я полечил, мне понравилось. Но убеждение все равно складывается из многих факторов. Нужно видеть многие вещи в своей жизни, чтобы быть убежденным. И таким образом я решил провести, как бы, несколько лекций на мясокомбинате. И также я начал лечить этих людей из мясокомбината. И оказалось, что где-то 80% женщин, которые там работали, в основном там женщины работали, имеется в виду по разделке там и так далее. Мужчины, которые как бы там в убойной они работали, они даже не приходили даже со мной общаться, потому что это естественно, они в полном невежестве находятся. Вот женщины, они как-то еще приходили, слушали. И оказалось, 80% из них болеют атеросклерозом уже с 35 лет лет. Причем из 20 человек, которые посещали лекции, трое уже болели злокачественными опухолями к тому времени. Уже злокачественные опухоли начинались, как мы обнаружили в их организме. Вот. Это означает постоянно питание мясом, потому что, естественно, что они как бы, ну, едят то, что можно есть. То, что разрешают. Потому что там, как бы, у них разрешалось есть, сколько они хотят мяса, но не носить с собой. Вот. Естественно, они ели сколько хотели, сколько вмещалось каждый день. И результат такой. 35 лет уже атеросклероз жуткий. Ни один человек не сказал мне, что ему хорошо жить. И когда я заходил вообще, вот, на эту территорию, мне становилось просто плохо. И они мне тоже жаловались. Потом я начал проводить статистический опрос, и оказалось, что самой вакантной должностью, а самой, как бы, у них является должность тяжелый труд. То есть, вредное производство – это убивать животных. Казалось, вредным производством. Я спросил, в чем вредность заключается. Мне ответили, что никто не знает, по какой причине, но примерно через пять лет все, кто этим занимаются, или спиваются, или сходят с ума, или становятся наркоманами, или садятся в тюрьму. Пять, шесть, семь лет, и все, этого достаточно. Почему так происходит? Вроде бы, человек ничего плохого не делает, как они говорят. Но, тем не менее, вот таким результат таков. Как бы, по крайней мере, это вот в Тольятти, то, что я обследовал, там такая была статистика. Можно изучить эту статистику в других местах, посмотреть. Я не могу сейчас говорить обо всех этих таких предприятиях. Итак, то же самое, я сделал экскурсию на молочный, молочный молокозавод. Ситуация прямо противоположная. Когда я зашел туда, почувствовал легкость, мне хорошо стало. Люди очень улыбаются. Вот. Больных очень мало среди них. Они все довольные, счастливые. Такие, очень хорошая атмосфера, коллектив хороший. Все смеются, много смеются очень. Много смеха. Вы можете сравнить продавцов, которые продают мясо или молочные продукты. Если раньше были молочные продукты, отдельно сейчас еще перемешались, смесь с сигаретами. Сигареты, молоко продают вместе. Еще что-то из аптечных средств. Все перепуталось. Невозможно понять, что люди хотят. Тем, что они делают. Просто деньги зарабатывают и все. Вот. Поэтому нет никакой нравственности. Люди не понимают. Поэтому вы можете сами изучить. Даже потому, если человек продает только молоко, вы увидите разницу между ним и тем, кто продает мясо. Даже очередь с молочными продуктами, она отличается от очереди за мясными. За мясными стоят такие уже. Вот. Ну, сейчас очередей нет. Это раньше я как бы наблюдал, когда они были. Это все. Итак, топленое сливочное масло. Это самый лучший продукт, очищающий огненную силу человека, устанавливающийся связь с солнцем. Если вы хотите добиться успеха в обществе, в жизни, чтобы вас уважали. Если вы хотите иметь сильный иммунитет, если вы хотите иметь хорошее пищеварение, хорошее усвоение веществ, то обязательно каждый день надо есть топленое сливочное масло в обед. Если у вас вы очень мерзнете сильно, больные суставы, там позвоночник ломит по всему организму, мигрени, головные боли, то обязательно надо топленое сливочное масло также есть и на ночь, сосать во рту перед сном. Особенно женщинам с мигренями это рекомендуется. Они могут так просто вылечить свои мигрени. Если у вас повышается давление, то топленое сливочное масло можно мазать только на левую руку, левую ногу. На правую сторону тела уже мазать нельзя. Если давление сильно понижено, то чтобы повысить давление, достаточно на ночь мазать только на правую руку, правую ногу. Давление тогда будет повышаться. Точно так же будет повышаться пищеварение. Пищеварение означает, что жирнеть будете. Пищеварение означает усвоение пищи. Лучше усваиваться пищевым. Следующий коровий продукт это коровий навоз. Вы не считаете это его коровьим продуктом? Я считаю. Не в том плане, что его нужно кушать, в том плане, что он может быть очень полезен во многих вопросах, которые мы сейчас с вами разберем. Согласно ведическому знанию, коровье молоко, коровье топленое масло и коровье навоз являются самыми чистыми продуктами на земле. В том числе и коровье навоз, обратите внимание. Феномен этот до сих пор никому неизвестен, почему так происходит. Однако же, если взять и просто помыть с коровьим навозом квартиру, то духов там уже не остается совсем. Духи означают плохое настроение, означают плохой запах в квартире, означают также плохие сны и ощущение какого-то другого влияния на себя. Это означает присутствие духов. Когда моется квартира вся с навозом с коровью, ну достаточно маленькой щепотки на ведро воды, то вы не почувствуете там этого запаха, о котором вы сейчас думаете, а почувствуете запах свежести. Будет ощущение как будто очень свежо стало и легко дышать. И фактически, я сказал это, ко мне как-то обратились с просьбой помочь. Как бы людям было тяжело продавать те квартиры, в которых жили другие люди. Как бы люди не соглашались, если там старые люди жили и так далее. И в этой фирме они начали мыть с навозом перед тем, как продавать. И у них пошли дела. Люди заходят, запаха нет плохого. Все чистенько, так хорошо. Они дышат легко, как будто никто не жил в этой квартире. И они начали напропалую продавать квартиры, как новенькие все, кто бы там ни жил. Так оно и происходит. Точно так же одежду после другого человека можно носить только в том случае, если постирать ее с навозом. Даже если он умер, не имеет значения. То есть, его сила и воздействие на эту одежду уничтожаются полностью. Точно так же следует знать, что когда вы покушаете, то на тарелке, несмотря на то, что она мыта, даже с водой остается тонкая энергия. Тонкая энергия, она пахнет теплом. Поэтому эта тарелка будет теплый запах иметь. Если же вы помоете ее с навозом и понюхаете, то запах будет прохладный от тарелки. Это означает, что она уже не осквернена. То есть, эта тарелка, потом из нее можно кушать уже. Поэтому, согласно ведической традиции, с коровьим навозом моются тарелки. Коровьим навозом, чтобы использовать в таких целях, нужно быть убежденным, что туда еще не поселилась муха. Это чаще всего бывает, если он очень свежий, еще горячий, как бы она не рискует, когда он остывает. Поэтому лучше всего брать очень горячий, свежий навоз. А что с ним нужно делать? Можно его посушить, он может стать порошком, тогда он вообще не пахнет этим самым. Вот. И он, как бы, его можно использовать как в лечении, так и в том, чтобы мыть кухню, мыть посуду. Согласно ведическому знанию, это единственное средство, уничтожающее влияние духов в той степени. Поэтому все алтарные в Индии моются только коровьим навозом, так же бычьим, как бы, и одно и то, и одно и то же. Больше ничем не моются, то есть только с этим продуктом надо мыть алтарь. И перед тем, как божество устанавливать, как бы, для поклонения, его тоже обтирают коровьим навозом, потом смывают. Только после этого, как бы, уже от духов свободно можно уже, как бы, верить, что это присутствие Бога будет. Никаких-то духов. Значит, следует также знать, что коровий навоз обладает самым лучшим охлаждающим средством на организм. И так как аллергические болезни также возникают в результате неправильного воздействия солнца на организм, то есть плохого огня, поэтому коровий навоз, он снижает, снимает аллергические приступы. Вот. И приступы бронхиальной астмы может снимать, если правильно им пользоваться. Допустим, вот первые фалангы большого пальца можно натирать на нее, на левую руку, только на левую руку коровий навоз, и тогда приступ можно снять бронхиальной астмы. Легкость дыхания сразу появляется. Следует знать, что когда в тех случаях, когда тяжелая травма, особенно черепа, и намазать руки-ноги корови навозом густо, то в этом случае человек избежит каких-то особых сильных осложнений, связанных с мозгом. Отек мозга снижается сразу. У меня был случай, два раза спас человеку жизнь таким образом, где на ребенок сильно ударился, было сотрясение мозга, он потерял зрение, и как бы он слабел на глазах, дыхание его становилось все реже, он был без сознания. Я намазал корови навозом, это было в Индии, и через пять минут он уже полностью был в себе, в сознании, у него зрение восстановилось. И когда приехала скорая помощь, уже родители отказались его отдавать. А? Я намазал полностью руки и полностью ноги, и все. И рефлекторно сразу охладился мозг. То есть отек мозга на глазах прямо спадал. Было видно, как отек мозга означает определенная гиперемия лица, там, отечность этого места, это посинение как бы. Все это уходило сразу с лица. Только обнамазали, и все, результат был потрясающий. Второй раз, когда один человек жарким летом в Индии упал без сознания, рядом было коровье, вот эти вот коровье лепешка, я взял сразу, немедленно, и помазал его. Вот, если бы это был русский, он потом за мной бы погнался. То есть он получил солнечный удар, этот человек, и мог умереть фактически. Потому что солнце, 55 градусов жары, даже унести не успеешь его. Чуть-чуть пронесешь, и все, уже сам перегреваешься. Там короткими перепрыжками надо ходить только по улице в это время, когда летом. И вот упал человек, я его намазал и потащил как бы под укрытие. Пока я его тащил, он уже очнулся, посмотрел на себя очень, не индусы такие спокойные, посмотрел на себя, смотрел на меня, отдал свое почтение и пошел. Все, ему было достаточно, чтобы его намазали. Вот. А? Я же сказал, руки-ноги. У меня одна пациентка, у меня лечил раньше травмными повязками, одна пациентка пришла на лечение. Я говорю, она говорит, я хочу лечить зрение. Я говорю, я лечу травмными повязками. Она, да? А как я смогу в них ходить? А я не понял, сразу говорю, ну как все, берете, две повязки надеваете, ходите. Две? Я говорю, да. И поможет? Я говорю, да. Русские люди на все согласны. Она подумала немножко, говорит, ну ладно, я согласна. И как бы, я говорю, а в чем проблема-то? Он говорит, ну не знаю, сложно так с повязками на глазах ходить. Вот. Я говорю, ну ладно, тогда я уже с ней не смешно стал, я говорю, тогда одну повязку согласна с одной? Я говорю, согласна. И когда я сделал траву, она начала навязывать ей на голову, все там пациенты просто упали. Вот. Она ничего не понимала. Но она была готова лечиться. Люди искренне думают, что трава воздействует только туда, куда ее прикладываешь. Поэтому, когда Кашпировский лечил по телевизору, геморрой лечили таким образом тоже. К телевизору прикладывали. Таким образом уважительно относились очень к своему врачу. Это вверх уважения было, проявление. Вот. И на самом деле, как бы, следует знать, что трава, наложенная на запястье и на голени, здесь находятся зоны, связанные с солнцем, запястье и голени. Она не лечит сразу весь организм. Не нужно обязательно прикладывать к глазам. Итак, коровий навоз, топленое сливочное масло, кисломолочные продукты. К этому следует добавить еще само молоко. Если вы высушите все это вместе, то вы можете подготовить себе уникальное лекарство, которое будет лечить вас по всем направлениям. Согласно ведическому знанию, существует несколько институтов, которые занимаются лечить только вот этими компонентами коровы. Корове не в смысле мясом, а отходов коровы. Вот. И настолько успешно, что там нет отбоя от посетителей. Это очень эффективное лечение. Я сам лично сталкивался с этим в жизни. И сам лично пользуюсь этим лечением. И считаю, что это уникальное лечение, доступное для каждого человека. Нужно просто не полениться. Единственное условие – не полениться. Потому что вы иногда ленитесь, чтобы это все сделать. То, что я вам сейчас буду рассказывать. Для того, чтобы установить баланс силы огня и силы энергии в организме, для этого достаточно иметь двойную молочную смесь, будем так называть, или коровью смесь. Эта смесь состоит из порошка коровьего навоза, сушеный порошок коровьего навоза, и топленого сливочного масла. В топленое сливочное масло, понюхивая его, вы будете чувствовать теплый, горячий такой запах. Вы добавляете к коровью навоз порошок до тех пор, пока масса не начнет пахнуть свежестью. Как будто нет теплоты. И запах масла пропадает, и навоза еще запаха нет. Это просто свежий запах такой. Это чаще всего бывает такая паста темного цвета, черного цвета. Эту пасту накладываете в целлофановый пакетик, запаянный с трех сторон. И потом маленький пакетик, достаточно, величиной с чайную ложку. И докладываете туда маленькое, небольшое количество, запаиваете его. И делаете такие четыре пакетика. Запаивать очень просто утюгом. Делаете таких четыре пакетика. И куском ткани прижимаете их к запястьям и гольням. И ложитесь спать. Что будет лечиться в этом случае? Если вы сделаете точно так же, как я сказал, то у вас восстановится психическое состояние. Улучшится кровообращение в организме. Улучшится пищеварение. Дальше вы не будете чувствовать усталости. То есть будет ощущение бодрости постоянной. И эта смесь также, она очень сильно увеличивает иммунитет человека. И в целом кровообращение и деятельность нервной системы. То есть вот такие, это общая укрепляющая смесь. То есть она не действует конкретно на что-то. Но также можно сделать и тройную молочную смесь. Тройная молочная смесь лечит тяжелейшие заболевания. Просто ее делать гораздо сложнее. Я сейчас объясню. Самая сложность это выбрать кисломолочный продукт. Нужно взять все виды йогурта, которые вы только знаете. Но чтобы они сильно отличались по вкусу друг от друга. Там фруктов не должно быть до места. Дальше берете сметану, сливки, там сыворотку, пахту. И все это сушите на стекле. Небольших количествах, очень маленьких количествах. Достаточно чайную ложку такой смеси. Берете баночку из фотопленки, отмываете ее хорошо. И засыпаете эти баночки такими разными вот этими компонентами. Можно сыр тоже адыгейский, голландский. Ну, чтобы разные виды сыров присутствовали тоже. И делайте из этого потом порошок. Чтобы это было в порошке. И дальше все их нюхайте. И где запах будет легкий, свежий, приятный, прохладный, это как классификация по запахам. У нас целая лекция на эту тему есть. Где запах таким будет, вы сразу эту баночку отодвигаете в сторону. И этот продукт сушите уже в больших количествах. Для того, чтобы... В целом этот набор диагностичный, молочный диагностический, можно просто иметь в морозильнике у себя дома. И он будет 5 лет действовать безотказно. Проблем не будет. Просто баночки должны быть плотно закрыты, чтобы влага не пропадала. Значит, дальше вы берете топленое сливочное масло. Лучше самую верхнюю часть, вот самую янтарную. И с перетопленного масла. И берете также коровий навоз, порошок, сушеный коровий навоз. Не имеет значения, какой коровы, там теленка или быка. В целом, как бы, нет большой разницы. Вот. И этот коровий навоз, вы начинаете сначала добавлять топленое масло. Берете топленое масло, небольшое количество, много не надо брать. Иначе у вас не может молочной смеси, много не насушишь, может ее не хватить. Вы добавляете ее туда до тех пор, пока запах масла не пропадает. И не появляется нейтральный совершенно запах. Это будет такого рыжего или белого цвета такая масса. Дальше высыпите туда порошок коровий навоз до тех пор, пока запах не становится свежим. И это получается такая серого цвета масса. Чаще всего она густая получается. Эту массу также запаивайте в пакетики. То есть, можно непосредственно перед употреблением запаивайте в пакетики и накладывайте на себе на запястье и на голени. На эти зоны. Эта смесь будет лечить вот все, что у вас есть плохого. Начиная с псориаза, аллергических заболеваний, болезней суставов, позвоночника, плохого пищеварения. И заканчивая самыми тяжелейшими расстройствами обмена веществ. Это удивительное лекарство. Удивительное лечение. Единственное условие надо... Человек может подобрать только сам себе. Никто не должен подбирать. То есть, в смысле, для другого уже не годится. Оно не будет помогать. Понимаете? Нужно вот так именно потихоньку сыпать и нюхать постоянно. Добиться таких эффектов, которые я вам сказал. Их легко очень добиться. Это несложно, на самом деле. Любую болезнь, которую бы вы ни назвали, лечит родная молочная смесь. Однако же, если в организме есть такие вещи, как туберкулез, там, и уже очень слабый иммунитет, то нужна четверная смесь. Это означает использовать еще сухое молоко. В этом случае сначала в топленое масло добавляется сухое молоко, пока запах не станет таким чуть-чуть суховатым. То есть, пропадет запах масла и запах станет суховатым. Потом кисломолочный продукт, который вам подходит, вы добавляете. Запах станет нейтральным. И дальше вы добавляете, добавляете уже коровий навоз до тех пор, пока запах не станет свежим и прохладным. Таким приятной свежестью. Свежий означает, как утром дышишь. Легко дышать становится этим запахом. Означает свежий. Теплый, вы знаете, что это такое. Топленое масло пахнет самым после теплым запахом. И эта смесь, она будет также действовать, сильно возбуждая иммунитет. То есть, постоянно такую смесь носить не надо. Если в предыдущей смеси можно надеваться на ночь каждый день, ничего плохого не будет. То вот эту смесь уже нельзя носить постоянно. Надо недельки две делать курс лечения. Оно будет сильно взрывом лечиться. Организм будет подниматься температура немножко будет. И будет возбуждаться организм к деятельности, к жизни. Будет вспыхивать жизнь в нем. Таким образом. Также топленым сливочным маслом чисто можно лечить, допустим, мигрени. Если мазать слизистую носа с обоих сторон и слизистую ушей. Это тоже эффективный способ увеличения кровообращения в мозге. Что? Мигрени, мигрени. Или нарушение мозгового кровообращения. Сдержение мозгового кровообращения. Что? Мазать слизистую нослей и слизистую ушей внутри. Вот так вот эти зоны. Тонким слоем. Не надо забивать уши маслом. Потому что скажут, что я иначе так говорю. Еще с дворога надо насыпить. Двойная смесь. Значит. Также следует знать, что лечение мочой тоже оно может быть хорошим. Вообще считается лечение мочой невежествием. Это лечение в невежестве. От этого портится разум. Если человек сильно уже болеет, он уже может присмерть и может умереть. То веды рекомендуют, это описано в байурведе, рекомендуют уринотерапию. То есть питье своей мочи с целью исцеления. Только в том случае, когда больше нечего лечиться. Потому что если человек будет лечиться этой мочой, больше ему ничего не поможет. Уже все. Он может как бы восстановиться и потом постепенно, снижая дозу, выйти из-под ее влияния. Пока он пьет, он находится в невежестве. Разум полностью осквернен. Он не способен понять, как правильно жить и все прочее. Лечение в невежестве. Однако же, когда человек пьет коровью мочу, он не входит в разум, не входит в состояние невежества при этом. То есть состояние невежества не возникает. Если коровью мочу прокипятить и разбавить кипяченой водой, где-то две трети воды, одна треть коровью мочи, то можно понемножку пить в течение дня, делая голодный день. Это самый эффективный способ очищения организма. Очищается сразу все. Все органы организма очищаются. Не печень, там почки, а все сразу. Вот. И таких, как бы, таких голодных дней нужно делать не чаще, чем раз в месяц. Вот с молоком очищение. Ой, с коровой мочой очищение. И следует знать, что существует такой вид лечения тоже. Он, как бы, ну, это перед такими браками, брачными церемониями, перед захоронением. То есть, в таких случаях, когда требуется очень чистое сознание, то есть такой метод быстрого очищения сознания, который вам покажется очень странным. Берется один кисломолочный продукт, топленое сливочное масло, потом дальше берется на коровье навоз, коровье моча и молоко свежее. Все это смешивается в определенных пропорциях, и человек немножко глотает йод. И немедленно очищается сознание очень сильно. Как бы, он самый быстрый способ очищения фактически. То есть, он, это очень, как бы, это можно делать не чаще, чем два раза в год. Ну, то есть, немного он там не напивается, там несколько глотков достаточно. Такая смесь. Она неприятная на вкус, но сразу чувство такой, в голове ясность такая наступает. Я не могу сейчас сказать пропорции, я не советую вам это делать. То есть, это надо иметь знание, как это делать. Я не советую. Потому что... Что касается коровьего навоза, то у меня это было, называлось, когда я травами лечил, это у меня называлось трава номер один. Потому что люди боялись этого слова. Не соглашались лечиться. Вот. И, как бы, в микродозах он обладает огромной лечебной силой. Он противовоспалительным действием колоссально обладает. Если чуть-чуть, несколько миллиграмм, буквально около грамма насыпать в траву, в смесь, размешать, то противовоспалительный эффект сильно возрастает. Десятки раз в смеси. Это такой установленный факт. Ну вот, в принципе, как бы основная информация, все. Но я думаю, что по конкретным болезням, если у вас будут вопросы, можете спрашивать. Я буду говорить, как лечиться. Да, хотел сказать вам такую вещь, что у вас есть уникальная возможность сходить в ведический центр. Здесь есть ведический храм в вашем городе. И организуется экскурсия в воскресенье 27 октября в 16 часов дня. Надо встретиться на улице Спуск, Калинина, 39. 16 часов дня, 27 октября. Спуск, Калинина, 39. Вот. Эта экскурсия будет означать, что вам покажут это место, покажут какие-то формы поклонения. Накормят освященной пищей, специально для этого сделанной. И как бы все это будет бесплатно. Поэтому, если у вас есть желание, так сказать, получить некоторое образование на эту тему, то вы можете воспользоваться. Вопрос. Кожа животных. Часть животного, одежда, обувь, с точки зрения вед. Это грех носить кожу. С точки зрения вед, никогда в ведической культуре не пренебрегали тем, чтобы использовать кожу животных. Однако же, с кожи снимались уже умерших самостоятельно животных. Не срезали их, снимали кожу. Согласно ведическому знанию, если человек носит, ну как бы, обувь там из кожи и так далее, это, несомненно, он берет часть греха на себя, убийство этой коровы. Однако же, как бы, ну так же с точки зрения, как бы, людей, которые изучают этот вопрос. Сейчас так складывается ситуация, что очень трудно найти нормальную обувь, например. И в каких-то случаях можно себе позволить носить обувь из кожи, потому что иногда бывает просто нет другого выхода, потому что обувь может быть просто другая, непригодная для ношения. В каких-то случаях можно, но желательно не пользоваться, конечно. Хотя я его до сих пор не знаю, у меня из кожи или из кожи заменительный обувь. Наверное, скорее всего, из кожи заменительный. Позвольте вас спросить, когда и почему первый раз вы произнесли «Я желаю всем счастья»? С точки зрения вед, это фраза молитва. Эта фраза, есть такая молитва, на санскрике звучит как «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем умиротворения» и так далее. Там целое длинное четверостишье. «Я желаю всем освободиться от печали» и так далее. Каждый реведический врач повторял ее перед тем, как начать лечить. И он желал повторять, и также советовал повторять это своим пациентам. Что касается меня, то независимо как бы от реведы, я изучал всевозможные настрои еще до того, как я познакомился с ведами. Это было примерно 12 лет назад. Я обнаружил, что настрой «Я желаю всем счастья» действует эффективнее всего на сознании. Он быстрее всего дает результат изменения жизни человека и так далее. И я как бы этот настрой выбрал для себя. А потом, почему я привлекся сильно реведическим знанием? Потому что, когда я начал изучать это знание, я столкнулся с той же самой информацией, что надо именно повторять только такой настрой. А другого настроя, в общем-то, нет смысла их повторять. Потому что не так уж эффективны все остальные. Таким образом, я столкнулся и на практике, и в теории. А как же на мясокомбинате? Вот видите, говорят, как же на мясокомбинате? Означает, человек ест мясо. Сильно привязывая к мясу, я дальше мечтаю еще. Ему хочется узнать, что же такое безобразие. Как же на мясокомбинате лечили атеросклероз? А от чего атеросклероз возникает? Как от чего? От мяса. Поэтому и лечил. Советовал не есть мясо. Не очень-таки огорчались. А как лечить навозом глаза? Двойной смесью коровий навоз и топленое масло. Если вы привязываете эту двойную смесь на запястье, на эти зоны, и также привязываете на безымянные пальцы, маленькие такие тоже кусочки. Можно носить, кстати, эту вот повязку с топленым маслом трое-четверо суток. Если она запаяна в пакетике, можно трое-четверо суток носить. Можно пользоваться так долго, и будет сохраняться эффект. Как это действует? Это действует на тонкое тело. У топленого масла, у коровьев, продукт всех тоже есть тонкое тело. И взаимодействует с нашим топливом. Насколько эффективно, как только поставите, сразу станет легче. Увидите, насколько эффективно. Глаза намазывать неразбавленным навозом. Руки, ноги. Нет, глаза намазывать не надо. А если у вас воспаляются глаза, вот лучше делать такую смесь двойную. Какие специи добавлять в молоко? Кардамон, фенфель, мускатный орех. Я уже говорил. Утром можно добавлять любые специи. Утром, когда пьете молоко. Вечером только те, которые я сказал. Если у вас бессонница, добавьте туда валерьяну, душистый перец, гвоздику. Лечится ли диабет молочными продуктами? Тройную смесь попробуйте. У меня есть несколько случаев, когда снижали инсулин, если это инсулинозависимый. А если не инсулинозависимый, можно совсем вылечить. Для этого нужно лечиться таким образом. На запястье накладывать тройную смесь, вот эту вот при диабете. И пробуйте также накладывать на мизинец. На палец на мизинец. Может быть будет результат. Но ангиопатия, то есть сосудистые изменения при диабете точно станет намного лучше. Может совсем пройдет. Как приготовить топливное сливочное масло в домашних условиях? А чем вы слушали мою лекцию тогда? Итак, берете кастрюлю, кладете туда несколько пачек масла сливочного. Включаете на медленном огне, начинаете постоянно помешивать. Через 10-15 минут отделится белая часть. Белая снизу будет, а сверху будет янтарного цвета такая прозрачная жидкость. И таким образом надо закончить все, выключить и слить прозрачную. А белую, то что осталось, можно использовать при приготовлении пищи. Это очень полезная вещь тоже. Что можно... Чем можно очиститься от глистов? Глисты лечатся с помощью корня полыни. Или любой полыни, любого вида полыни. Дальше с помощью семечек тыквы. Это нервно-паралитическое действие. Они же прицепляются к кишечнику зубами. Как бы присосками своими. И когда семечки тыквы идут по кишечнику, они как бы впитывают себя. И у них рот открывается. Они просто, как говорил Кашпировский, плывут по течению. Но это не относится к теме сегодняшнего вопроса. Какой камень положить ребенку в 8 лет, чтобы он мог спать в один комнате и не бояться? Кошачий классный, только не искусственный, а натуральный. Сейчас в основном искусственный. У меня был перелом ноги, стопы. Прошел лечение. Нога наливается, очень болит. Плохо ходить. Что делать? Если там вены уже страдают, то тогда тройная смесь. Если нарушений вен нету, а просто как бы сам перелом болит, достаточно двойной смеси она может вылечить. Могу вас поздравить с Новым годом просто. Я пол лекции об этом говорил. Но на самом деле, как бы, вы можете прослушать лекцию, еще раз все записать. И посоветуйте, пожалуйста, способ лечения самой действенной имена от аллергии. Имена от аллергии. Попробуйте и двойную смесь, и тройную. Иногда помогает двойная, иногда тройная. Все зависит от типа аллергии. Если хотите, подойдите, я вам могу сказать конкретнее. Просто это индивидуально. Полиэтиленовый целлофан. Полиэтиленовый целлофан. Ну, лучше, чем тоньше, тем лучше. Да. Можно полиэтиленовый. Но я разницы не знаю, вы простите меня. Я просто невежный человек. На одной из лекций вы сказали, что часто ездите по святым местам. Зачем? Я не знаю, зачем я сюда езжу. По святым местам я езжу, потому что там я испытываю огромное счастье. Как только человек вступает на святую землю, он немедленно очищает свое сознание. От многих грехов просто присутствия, живя, находясь рядом со святыми людьми, которые живут всегда в святых местах. Вот. Однако же приходится ездить и по другим местам, потому что человек, который копит знания, оно не отдает, он подобен пустому дырявому горшку, в который сколько ни лей, все будет выливаться наружу. Таким образом я езжу и небосвятым и стал. По этой причине. Если сыпь зудящая по телу, дерматолог бессилен, можно использовать... Да. Вот это вот как раз тот случай, когда это может помочь. Если правильно приготовленная точная тройная смесь, может убрать полностью это все. И двойная также. Надо пробовать и то, и другое. Если молочные продукты так сильно влияют на наше сознание, тело, очищая его, настраивая, то не значит ли это, что этим мы уменьшаем значение повышения уровня самосознания путем духовной практики? Что мы этим... Мы уменьшаем значение повышения уровня самосознания путем духовной практики. Как влияет... Что значит уменьшаем? Я ничего не понял. То есть, если мы лечимся, то значение духовной практики принижается, что ли, это? Да это часть духовной практики. Человек, который не использует молочные продукты, ему очень трудно заниматься духовной практикой. Согласно ведическому знанию, самые возвышенные святые, которые изучали веды, все они питались только молоком, одним молоком. То есть, это уровень сознания, когда человек достигает определенного уровня сознания, ему другая пища просто не нужна. Он пьет там стаканчик молока в день, и этого достаточно. Причем тут снижение уровня духовной практики, о чем вы говорите? Некоторые святые, есть такой молочный пост, здесь уже несколько человек в этом зале уже прошло. Они во время этого поста испытывают такие изменения психики, которые вам и не снились. Поднимите руку, кто прошел молочный пост. Как вам, как вы себя чувствуете? Она чувствует себя хорошо. Я не придумал это. То есть, человек просто пьет молоко и больше ничего не делает. И результат потрясающий. Изменяется психическое состояние, здоровье изменяется, организм очищается весь. Почему мы этим не занимаемся? Потому что такое влияние века деградации. Очень сильное влияние науки, которая говорит, молоко плохо, молочные продукты плохо, все это плохо, это не надо использовать. Мясо хорошо, выпивка хорошо в небольших количествах, секс с чужой женой в небольших количествах хорошо. Собакой с курой тоже секс будет хорошо в небольших количествах. Это означает невежество все вместе. И то, и другое, и третье. Молочный пост просто берете, подогреваете молоко, добавляете туда кардамон, фенхель, мускатный орех, можно такие специи. И пьете молоко в любое время дня, столько, сколько хочется, понемножку. Несколько раз, можно в молочный пост, можно в любое время пить. И пьете понемножку, столько, сколько хочется. Весь день. Вечером хочется, пьете вечером. Все, больше ничего не могу добавить. А? Сколько дней, лучше всего, не больше пяти-шести дней, я считаю. Не больше пяти-шести дней. А другой пищи не надо? Другой пищи не надо в это время принимать. И постепенно выходить молочными продуктами тоже. Надо как бы все на молоке делать. Из поста, чтобы выходить, надо начинать есть, допустим, овощи тушеные на молоке. И также следует, я забыл вам сказать, кстати, что пища приобретает благостные свойства только благодаря присутствию молочных продуктов в полной степени. Поэтому, согласно вегической культуре, каждый продукт надо добавлять в какой-то вид молочного продукта. Или сыр, или творог, или сметану, или молоко. И эта пища, она меняет свои вкусовые качества колоссально. Она становится намного вкуснее. Только нужно знать, как, в каких пропорциях что добавлять. Фактически вся вегическая кухня, она основана на приготовлении в связи с какой-то дозой какого-то молочного продукта. Вкус потрясающий. Если вы, допустим, кто так делает, вы не митируете? Вы чувствуете эффект, нет? Кто так не делает, могут сходить к ним домой и попробовать. Потом за уши не оттащишь. А у нас пищи, когда вы не оттащите? Воду, зачем воду пить, если есть напиток, можно пить? Воду вообще во время приема пищи лучше не пить, чисто воду. Ее можно потом пить, после. Напиток лучше какой-то. А можно ли вы лечите психическое заболевание? Да, четверная смесь может и лечить психическую болезнь, психоза, там шизофрения. Очень эффективно лечится, вы не представляете насколько. При этом надо на указательные пальцы еще привязывать, кроме как запястья, на указательные пальцы также привязываются. Лечится психическая болезнь. Пилонефрит лечится, если запущенный, и тройной смесью, если острый, то двойной. Все острые заболевания лечатся двойной смесью, хронические в тройной смесью. Как можно излечить астму? Надо лечиться тройной смесью. Чем объяснить тот факт, что молоко от одной коровы у человека усваивается нормально, но если смешает молоко от нескольких коров, оно вызывает расстройство желудка практически через 20 минут. Это бывает очень редко. Бывает такой феномен очень редко. Я мало слышал, и у меня большая практика, я мало встречал таких людей. Может у одного, там, на двух, на тысячу человек такое может быть. В основном у всех такого феномена не бывает, так что не волнуйтесь. Этого нет. Тебе этот факт передается по наследству? Варела бабушка, поскольку, значит, лодочка варит в тысячу ямори. Можно просто в маленьких дозах начать пить молоко. Это смешанное от нескольких коров, и все это пройдет. А что это объяснить? Это объяснить чувствительностью повышенной и полученной продукции. Вот и все, больше ничем. Чем и как лечить тромбофлебит? Тройная смесь. Атония кишечника тоже тройная смесь. Да, хотел еще вам добавить, что на самом деле самый лучший способ приготовления хлеба, это тоже на кефире. Вот. Можно добавлять туда соду. И такой хлеб становится очень благостным. Хлеб сам по себе благостный, на дрожжах он теряет свои благостные свойства. А если его готовят на кефире, он приобретает эти свойства. И таким хлебом можно даже лечить психику. Если делать благостный хлеб с молитвами, то можно психически больных людей восстанавливать. Я знаю даже такие случаи, когда люди так делают, и получается результат хороший. А мой папа пьет молоко, кефир, очень любит молочный продукт, но нервная система все равно нарушена. Поэтому и любит, что нервная система нарушена. Иногда у людей по судьбе бывает очень слабая нервная система, и они интуитивно догадываются, что надо питаться молочными продуктами. Однако же, чтобы она восстановилась, нужно ему на ночь еще двойную смесь делать каждый день, и у него будет хорошо с нервной системой. Как с помощью молочных продуктов лечить инфекции? Инфекции четверная смесь. Пирогенный эффект должен быть. Молоко, то есть сушеное молоко, дает сильный взрыв иммунитета. Четверная смесь. Можно лечить двойной такой смесью, просто топленое масло и молоко коровьи. Но лечиться им можно только несколько дней. Будет сильное как бы повышение активности в организме. Можно делать так. Коровий навоз, ой, топленое масло, сушеное молоко и коровий навоз. Тройная смесь другая. Для лечения чисто инфекционных заболеваний. Топленое масло, сухое молоко и коровий навоз. Можно магазиновское. Берете топленое масло, добавляете туда сухое молоко, появляется такой нейтральный запах. И добавляете потом туда коровий навоз сушеный, до тех пор, пока не появится свежий запах. И такие же повязки на запястье делайте, на больнице. Четыре повязки всегда во всех случаях делается, чтобы вы не запутались. И вот с этими пакетиками смыла с этой смесью. И всю смесь, кстати, банку надо хранить в морозильнике. Там она не портится совсем. И можете лечить таким образом любые инфекционные заболевания. Будет организм сам вылечиваться будет от инфекции. С помощью усиления иммунитета. И является ли коровья моча благостной и как ей пользоваться? Я же сказал, что это и благостный продукт. Коровьи мочой омывают тоже алтарный комнат. Это благостный продукт. И пользоваться ей очень просто. Можно, допустим, очищение организма делать вот таким образом. Смешивать с водой. Один к трем. Один к двум. Две части воды, одна коровь мочи. И понемножку пить в течение всего голодного дня. Сколько влезет. Больше не влезет, чем сможешь. Потому что вкус далеко не такой уж счастливый. Но результат хороший. Сколько нужно есть топленого масла в обед? Имеется ввиду, как бы килограмм уже, да? Чуть пошли. Ну сколько? Я не знаю, каждый человек по-своему. Кому-то... Вот посмотрите на топленое масло и подумайте, сколько вам есть. Если вы почувствуете одну ложечку чайную, ешьте одну. Если одну столовую, значит ешьте столовую. Это зависит от вашего ощущения. Если вы подумаете, что всю банку бы съел, это значит, что вам надо после еды думать. Потому что вы очень жадный человек. Вы не сможете так определить. Можно ли делать топленое масло из того масла, что продается сейчас в магазине? Если это масло делается на каких-то комбинатах местных, то чаще всего туда не добешиваются ни растительные жиры, ни тем более животные. Потому что они как бы не понимают вкуса в этом во всем. Однако же все масла импортные, сливочные масла всегда там, они всегда все смешаны с чем-то. Хоть они говорят абсолютно чисто, и они обманывают на самом деле. Я потому что по запаху могу даже определить, с чем смешано. К сожалению, на рынке иногда женщины тоже обманывают и продают смесь сливочного масла с говязовым жиром там, или даже с свиным жиром иногда. Вот. Это можно определить очень легко. Вы берете, чистое масло коровье пахнет очень таким легким, свежим запахом. Легкий запах. Если там есть какие-то добавки, то к этому запаху при какой-то аромат начинает привязываться. Или это такой немножко как бы как одеколончиком пахнет. Что такое? Какой-то аромат привязывает. И если там есть, если там мясные какие-то, как бы ну жир, свиной или говяжий, то запах такой туклятиной уже немножко отдает. То есть свежести нет, легкости такой в запахе. Можете взять масло сливочное и покупая в магазине, если вы у женщины у кого-то на развес, возьмите ложечку и понюхайте, сравните запах. Сразу увидите разницу моментально. Именно в сравнении можно легко определить, есть примеси или нет. Очень легко можно определить. Моментально. Голень внизу, это щиколотка. Внизу щиколотка, да. Можно ли во время молочного поста пить воду? Можно иногда, но лучше всего только молоко. Иногда можно воду. Ну, человек может не напиться молоком, конечно. До какого возраста в ведические традиции рекомендуется матери кормить ребенка грудью? Я не хочу говорить, отвечать на этот вопрос, вы убежите отсюда из зала. Вообще, как бы считается, что чем больше, тем лучше. Можно кормить до 5 лет ребенком грудью своей. Не значит, что только грудью кормить, но кормить. Когда мать кормит ребенка грудью, то она передает ему свои психические качества, характера и таким образом воспитывает в нем благость. Чем чаще больше она кормит грудью, тем ребенок становится больше теплоты, у него любви к окружающим людям, доброты. А мать передает свои качества, такие через молоко, любовь передает, силу любви. А ребенок, который меньше 6-8 месяцев кормится грудью, он чувствует себя обделенным, ему как будто не хватает любви в жизни. То есть, он чувствует ущербность какую-то психическую. Поэтому самое лучшее, как минимум полтора года лучше всего кормить. Это минимум грудью ребенка. Тромбофлебит, как мне уже сказали, чуть-чуть вену. Как, пожалуйста, подскажите, как можно помочь моей маме? Пропереврано колело, упало и разбило чашечку. Ну, здесь надо травы также использовать в лечении. Ну, тройная молочная смесь достаточно этого, чтобы сильно активизировать процесс заживления. Как холодильник воздействует на жизненную энергию продуктов, в том числе и молочных. Если сейчас мы начнем рассматривать все, как воздействует, надо тогда сбежать в лес, потому что здесь и телевизоры рядом стоят, и все прочее, все это воздействует. Сама благость от этого продукта, от этого не теряется. Благость остается благостным, продукт остается благостным, потому что это на тонком плане. В холодильнике действует электроэнергия. Электроэнергия находится на грубом плане и воздействует на грубые ткани организма. А энергия молока находится на тонком плане. И они не смешиваются друг с другом, понимаете? Какое-то воздействие есть на грубый, на чисто на химический состав молока, может как-то повлиять, и иммунизация какая-то произойдет. Но что касается тонкого влияния, абсолютно никак не изменится. Можете быть уверены, может оставить все в холодильник. А козье молоко, какие его целебные свойства? Оно может лечить точно так же, но очищать сознание не может, потому что животное коза, оно находится в страсти. Поэтому оно не может очистить сознание человека. Если сильно нужно лечиться, то можете лечиться козем. Сыр, молочная промышленность готовить на сочаге, как быть? Можно самим делать сыр, это очень быстро. Можно самим делать сыр. А рецепт, мне надо все узнать, записать, я не готовлю, поэтому я как бы не специалист. Но я могу узнать, вам рассказать это все, на следующей лекции запустим. Как лечить варикозное расширение вен? Тройной смесью. Можно также варикоз, эффективнее еще будет лечить двойной смесью. Кисломолочный продукт и топленое масло. Если вы делаете, то вены, мышцы, грыжи, вот это лечится очень быстро от этого, от этих вещей. Топленое масло и кисломолочный продукт, двойная смесь. До нейтрального запаха, нюхайте, добавляйте, пока запах нейтральный станет. Камни в желчном пузыре, тройная смесь 100% рассосет. Если четверную сделаете, если камень небольшой, можно четверную сделать, еще быстрее рассосется. При этом, если вы будете лопать на ночь хлеб, никаких шансов, что у вас камни рассосутся. В коровье молоко лечит шизофрению. Четверная смесь лечит шизофрению. Само молоко, оно может как бы помогать, его вылечить. Скажите, что вы думаете о пастеризованном молоке в широкой продаже? Молоко, еще раз повторяю, не теряет своих психических свойств. Оно теряет только физически. И только то же самое с мясом, что вы не делаете, хоть вы его там жарите, варите, парите, там на мясорубке прокрутите, там. Там, вроде бы, внешне никакого мяса не будет. Покушайте, все равно осквернитесь. Точно так же молоко, хоть что с ним делайте, все равно получится тот же результат. Благость останется благостью. Хоть кипятите, хоть не кипятите, не имеет значения. Поймите эту идею. Это тонкое воздействие, не грубое. Объясните, если это возможно, как делать сыр и творог в домашних условиях. На следующей лекции. А хлеб? И хлеб на следующей лекции. Корова ест траву, значит, совершает насилие. Как молоко остается без греха в материальном мире. А вы дышите сейчас воздухом. И каждую секунду вы вдыхаете тысячи микробов, которые разрушаются в вашем рту. Когда вы топаете по полу, точно так же убиваете много маленьких живых существ, микроорганизмов, которые находятся на полу. В этом мире без насилия жить невозможно. Однако же корова своей любовью уничтожает грех употребления травы этой. Она, когда ест травку, она таким образом совершает насилие. Но она ее не убивает, она ее только немножко укорачивает. Понимаете? В отличие от нас. Поэтому насилие не слишком большое. Убийства нет вообще. Вот. И потом корова, когда ее переваривает, она с любовью, думая о своем детеныши или просто о тех, у кого она кормит молоком, она вырабатывает это молоко. То есть энергии любви она сжигает грех весь. Поэтому коровь молоко является очень чистым продуктом практически. Корова, она очень благостный ум имеет. У ней плохих мыслей почти нет. Даже когда она бодается, она по-доброму это делает. Поэтому, как бы, следует это знать. Это очень трудно понять. Но вы можете проэкспериментировать. Намажьте, допустим, лошадиным пометом себе в квартире. Посмотрите, чем будет пахнуть. Потом намажьте коровьим и посмотрите, чем будет пахнуть. И тогда вы поймете, какое животное в благости, какой в страсти. Всего лошадиным будет пахнуть этим самым. В квартире. Долго. А если коровьим намажьте, будет свежий легкий запах, приятный. Очень хорошо. Многие люди, вот допустим, даже у вас, в вашей традиции на Украине, обмазывали коровьим навозом дома изнутри. Там свежесть весь день, пол, свежесть, прохлада, приятное ощущение очень остается на весь день. Осквернений никакого нет. Чистая атмосфера очень. Святые люди в Индии все обмазывают полностью. Все стены, полы, потолок. Все. Коровьим навозом. И там есть и места, где учатся, духовные школы все, построены тоже на природе. Там всегда пол выложен из коровьим навозом, то есть тоже смазан полностью. И там постоянно сбрызгивают водой с коровьим навозом, чтобы дети бегали и очищали сознание, тогда им легче учиться будет. Если коровьим навоз высушен под солнцем, теряет ли он какие-то свойства? Ничего он не теряет. Это ерунда. Всегда ничего не теряет. Можно ли вылечить дисфункцию женских половых органов молочным продуктом? Не можно, а нужно. Нужно. Тройной смесью. При этом надо есть сливочное масло, сметанку и сливки. Активные не есть мясо. Кто-то есть мясо, все это лечение бесполезно для него. Можно ли получить рекомендацию по лечению аллергии? Двойная смесь, я уже говорил. Ну ладно, уже достаточно поздно. Я надеюсь, что вы что-то получили из этой лекции. Кто из вас... А мы еще не закончили. А кто из вас сделает, применит это на практике? Поднимите руку. Попробуйте только не применить. Вот я вас все запомнил. Попробуйте только не применить. Когда вы это сделаете, если у вас что-то не будет получаться, подходите ко мне с этими пакетиками, я вам скажу, что не так. Хорошо? У нас есть консультант чисто по лечению молочными продуктами. Вы к нему, пожалуйста, тоже обращайтесь. Он вам все скажет. Удачи его накладывает. Давайте желать всем счастья.